Слышали ли вы когда-нибудь, что слива помогает при запорах? Знаете ли вы другие полезные свойства этого фрукта? Чернослив известен как натуральное ослабительное средство и широко используется в рецептах такого рода. Несомненно, самый известный из этих рецептов – сливовая вода. Слышали ли вы о ней? Если вы когда-нибудь пробовали ее, поделитесь с нами своим опытом. Однако у слива есть много других преимуществ, помимо слабительного. Давайте посмотрим на них. 1. Помогает при запорах. Чернослив содержит много клетчатки, что делает слабительный эффект не просто мгновенным облегчением. Регулярное употребление чернослива помогает регулировать работу кишечника, являясь даже более эффективным средством, чем промышленные слабительные. 2. Улучшает зрение. Чернослив богат витамином, а что делает его крайне важным для улучшения зрения и профилактики таких заболеваний, как ночная слепота, катаракта и макулярная дегенерация. 3. Богат антиоксидантами. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов, марганца и железа, чернослив борется с повреждениями, вызванными свободными радикалами в наших клетках. Понравилось видео? Тогда поставьте лайк и поделитесь им со своими друзьями, чтобы помочь каналу. 4. Защищает от хрупкости костей. Одна порция чернослива может пополнить запасы калия в организме женщин, переживающих менопаузу, и укрепить их кости. Кроме того, чернослив обладает противовоспалительной функцией, что важно для лечения артрита. 5. Улучшает здоровье кожи. Сочетание антиоксидантов в черносливе также оздоравливает кожу, сохраняя ее гладкой и без морщин. 6. Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. Благодаря высокому содержанию калия, чернослив помогает регулировать кровяное давление. Он также снижает частоту инсультов и инфарктов. 7. Лечит секущиеся кончики волос. Помимо того, что чернослив является большим источником калия, в нем также много железа. Оно естественным образом укрепляет волосы, предотвращая появление секущихся кончиков. Важно отметить, что, несмотря на пользу чернослива, он также содержит много сахара, поэтому необходимо следить за его количеством. Людям с диабетом необходимо проконсультироваться с диетологом, прежде чем увеличивать количество чернослива в день. Людям, которые пытаются похудеть, также следует обратить внимание на содержание сахара в черносливе. Польза чернослива и сливы может быть оценена по достоинству, ведь эти фрукты хорошо сочетаются со многими рецептами. Любите ли вы чернослив? Как вам нравится его есть? Если видео было для вас интересным, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Впереди еще много всего интересного.